Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Кохме вышла на завершающую стадию. Муниципалитет заключил контракты на приобретение 272 квартир в микрорайоне Просторный. Дома, куда въедут переселенцы, уже введены в эксплуатацию. Осталось оформить документы, заключить с гражданами соглашение передачи жилья. Никаких доплат новоселам вносить не придется. Чем быстрее граждане откликнутся и пройдут все процедуры заключения соглашений, кому-то это нужно, нотариус будет, кому-то нужна будет выписка из органов опеки и так далее. Чем быстрее люди сами оформят документы и решат все вопросы администрации, тем быстрее все решат вопросы и переселятся. Застройщик обещает, что Просторный еще существенно разрастется. На строительство домов и объектов инфраструктуры уйдет лет пять. Есть здесь помещения под офисы, магазины, аптеку, строится детский сад, а в перспективе их будет два. Также на территории микрорайона инвестор реализует идею «Двор без машин». Стоянка вынесена за пределы пешеходной зоны. Я думаю, что все мамы очень обеспокоены тем, как их ребенок может выйти погулять во двор, и нужно ли обязательно его сопровождать для этого или нет. Программа «Двор без машин» как раз позволяет спокойно ребенка выпустить погулять, не опасаясь, что какой-нибудь пьяный водитель наедет на ребенка. Сейчас на улице Романа Куклева в Просторном строят внутриквартальную дорогу протяженностью полтора километра. Новая транспортная развязка позволит соединить ТЭЦ-3 и Кохму. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.